всем доброе утро работаю в поте лица с 9 утра чуть не опупела потом расскажу мы едем домой кушать обычный лук шорты майка как вы с вами ходят в обычном в общем устала как не знаю кто вообще там пришла женщина в общем вчера это оказалось тетя которая подстригалась мне говорит хотела бы заплатить за племянницу который сегодня в день пришла ко мне на прическу делать и она говорит такой обычный я ну я я вам уже рассказывал то что я так не могу в общем сказать цену потому что как я могу сказать я не знаю что и там и как делать в общем но как она объяснила я поняла гола голос жутковатый такой тихо чистючу немного волнищего волнищи как это волнистый волнищий волнистый в общем дома за полчаса с ней справлюсь приходит девушка девушка да такая кишну еле лет 18 и 28 представляете густющий волос длинный до попы кудри там такой волос вообще шикар волос конечно шикарный за полчаса ей конечно не управилась там полтора часа это уже опаздывал потому что меня уже люди сидели в общем пипец но я такой шедевр сотворила я смотрела и и думаю неужели это сделано моими руками ладно и вот так да когда закрытие в общем как папа карла на улице у нас сегодня пасмурно с прояснениями да нет прояснений в принципе нет никаких просто пасмурно в общем пойду сейчас есть я фаршированные макароны а что вы хотели его наварила целую кастрюлю от теперь ешь их оксана целую неделю замолчилась уже их есть но я еду выбрасывать очень не люблю поэтому я все доедаю вот и очень уже кушать хочется пока у меня появилось немного времени свободного до работы сейчас расскажу вам о своей маленькой штучки это для нас для девочек называется менструальная чаша у меня она вот такая пользуюсь ей уже наверное года три такой обычный ну или необычная не знаю она уже выгорела ну как выгорела была более яркого цвета стала вот такая из из-за частого кипячения скажем так да но все по порядку в историю далеко не буду углубляться но в россии она появилась в тридцатых годах вместе с тампонами скажем так и но не стала пользоваться популярностью из-за того что ее нужно всовывать руками скажем так авто времена это было не очень не очень распространено в общем было женщину стыдно заниматься этим делом и вот в 2011 по моему еще каком-то я не помню историю общем не буду вдаваться начали выпускать в массовых масштабах вот такую как я на нее наткнулась в общем я шла по алькампу я вообще человек такой что я всегда люблю все новое и все люблю пробовать потому что а вдруг что-то есть такое самое хорошее а я об этом и не знала то есть если мне это не понравится извиняюсь глаз что-то попало то я вам не буду этим пользоваться а вдруг мне что-то очень сильно понравится а я в этом и не знала так вот в этот ряд и зашла вот это вот чаша доходила я халик дела по алькампу и вижу стоят две такие в общем они помню стояли по моему вот так вот вот так и стоят значит и написано типа менструальная чаша копа менструаль по-испански думаю что за копа такая что как с ней что и и делать с как ее едят в общем посмотрела потрогала она такая мягонькая такая классно бархатистая думаю что за фигня пришла домой и давай изучать перелила весь интернет мне показалось это очень интересным и думаю ходила ходила я вокруг нее в обычном ашане алькампаша вот ходила 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 потому что стоит она около вот это около 20 евро вот и думаю ну естественно изучила в интернете что вот это вот такая вот средство гигиены во время месячных гип не высадить никакие никакой аллергии созданы из мета из медицинского силикона не вызывать никаких аллергей также может использоваться женщинам который у которых синдром токсического шока токсического шока да это те женщины которые не могут пользоваться тампонами там что-то вырабатываются какие-то бактерии во влагалище в общем создается там чуть ли до омрока. В общем, те женщины, которые не могут пользоваться тампонами, могут совершенно спокойно пользоваться вот этой штучкой. Потому что это силиконовый, ой, и медицинский силикон, и совершенно безопасная штука. И, в общем, изучив это, я пошла и купила. Вы знаете, первый месяц, ну, первый месячный, я вообще не понимала, как это действует. Я, знаете, что думала? Что у нас там внутри Бермудский троугольник? Что всё, что туда попадёт, где-то там и останется. Что потом это найти будет невозможно. Я такая дурочка. Я думала, что у меня там необъятные просторы. И что туда всё, что попадёт, всё уже не вылезет. Никакими способами, что мне нужно будет ехать в больницу, чтобы мне оттуда всё это доставали. Представляете? Да, у меня такие были мысли. И поэтому я её как бы запихивала не очень глубоко. То есть, она у меня практически была наружу. И она, в общем, я-то читала в интернете, её не чувствуешь. А тут я хожу и чувствую, что у меня всё есть. И самое интересное, она не давала никаких результатов. Потому что всё, что должно выходить, выходило, но не в неё, как написано, она не протекает. Она не, там, не знаю, в общем, можно ходить, купаться, можно всё делать, как будто её и нет. Думаю, как так? Она, вот она, вот она. Это был первый месяц. Потом я опять начала изучать, я уже изучила, что она должна надеваться, эта чашечка должна надеваться на шейку матки, как бы присасываться в вакуум. и даже звук такой создаётся так, чпок. И вот так, когда она присасывается, то вся жидкость там в ней собирается. Потом просто идёте в туалет и её опустошаете, там, и опять пользуетесь. И тут я решила её запихать по самой не хочу. Оказывается, не хочу, не так уж и далеко находилась. И всё. И тогда мне стало удобно, хорошо, и действительно ничего не чувствовала, ничего нету. И очень удобно, летом вообще превосходно. Вы знаете, в Испании жарить сейчас страшно и ходить с прокладками. А у меня ещё была и есть такая проблема, что у меня на прокладке вот такие вот, как Олвис, где вот как силиконовая вот такая штучка, но не силиконовая, как пластиковая, да, у меня на неё очень сильная аллергия. И я потом ходила просто вот так вот, как говорится, руки в трусах, чесала и чесала и чесала, потому что у меня страшная аллергия. Мне подходили лишь те, которые вот из хлопка, ну вот знаете, как раньше были старые, вот такие мне подходили, которые все скомкивались, вата там, что-то вот такое. Вот. И тут я её обнаружила, и она мне так понравилась. Ну, к ней надо вот приноровиться. Я приноравливалась, наверное, пару циклов, да, но зато сейчас я её ни на что не применяю. Во-первых, 20 евро, да, вроде бы как, ой, дорого, есть дешевле аналоги, в аптеке продаётся везде. Вы знаете, я даже в Китае покупала её, там вообще чуть-чуть за копейки. Но она есть двух видов, короче, для женщин не рожавших и для женщин рожавших. Кстати, у меня была и вторая, чуть поболее, чем эта, но я её спалила. Чуть подальше вам расскажу, как же это у меня произошло. Произошло это всё смешно и смешно. Ой, извиняюсь. Ох, не так, прохладнее будет вот оттуда ветерок литься. В общем, что, про что я говорила? Я её, как говорится, её, есть много разных способов, если вам это понравится, потом можно узнать, как её туда, в общем, запихивать. Я вот так запихиваю, просто вот таким образом, смачиваю в воде и туда, и всё. Она потом вот так распрямляется, надевается вот так. И вот так у вас вот в теле остаётся. И всё это, всё набирается сюда. Потом я просто как хожу в туалет, ну, у нас же циклы разные, да, допустим, у меня пару дней обильные, месячные, скажем так, и я её меняю каждые два часа. иду в туалет, достала, сполоснула водой и опять туда, и всё. Это всё занимает буквально секунды. Даже если нет воды, берёте просто влажную салфетку и интимные есть специальные, или даже просто туалетная бумага. Я когда в центрах коммерческих, на шопинге, или ещё где-то, просто обычной туалетной бумагой протёрла её и обратно. вот это вообще никакого запаха. Думаю, как это никакого запаха? И правда нет, вообще никакого запаха. Почему? Потому что просто вся кровь, которая поступает сюда, не соприкасается с воздухом. А запах получается из-за того, что получается бактерии, которые и дают этот запах, да, в принципе, как пот, допустим. Пот, он же сам по себе ничем не пахнет, пахнут лишь бактерии, которые потом появляются, и они у нас пахнут. Всё тут то же самое. Вообще ничем не пахнет, что это не противно, там типа, а, туда сувать, руками что-то лезть. И, а когда вы подмываетесь, вы чем это делаете, извините? Ногами всё то же самое. Поэтому, как бы, вот это вот, что-то туда сувать, а тампоны не сувать. Кстати, тампоны намного опаснее, скажем, из прокладки, потому что там всякие бактерии начинают там расти, процветать, а вот с ней никаких бактерий нету, потому что воздух не поступает сюда. Насчёт того, что она не, не мажет, не протекает, здесь, конечно, можно поспорить. Почему? Потому что, когда она переполняется, то, естественно, всё это куда-то должно вытекать и вытекает. Поэтому вы потом уже сами приноровитесь, как и я это сделала. И, то есть, уже сами знаете, когда, чего и почем, и куда. То есть, выгружать, загружать, помывать. Вот. Так, что ещё хотела сказать? Как её мыть? Очень легко и просто. Перед тем, как использовать, я её кипячу. И тут вот возникает, как говорится, не возникает, а вспоминаю, куда же я делала вторую, такую же, только побольше. Вот. Есть много всяких способов её кипятить. Либо на воде обычной и на плите, что у меня и получилось. Я поставила минуты 3, чтобы она покипела внутри. Ну, естественно, у меня голова дырявая, я ушла, и, в общем-то, она у меня кипела, 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 и поджарилась. Всё. Поджарилась. Ещё, знаете, жарилась, она, наверное, долго у меня жарилась, пока я не почувствовала такой запах, ну, чем воняет? Поняла потом. Жалко было. Ну, в принципе, небольшая разница была между этой и той. Я купила для нерожавших и для рожавших. Это не для нерожавших. Вот. И мне она прекрасно подходит. Кстати, из Китая я покупала, она чуть побольше. И я её подарила подруге. Она, кстати, ей тоже пользуется и очень довольна. Вот. Я, как её мою, обычно в кружку кидаю, специально у меня кружечка есть, наливаю воды и в микроволновочку на 5-6 минут. Главное, чтобы 3 минуты она прокипела. Всё. Вот так она помылась. Ну, естественно, перед этим мылом там её помою обычным, хозяйственным, а потом уже кипятить. То есть, перед использованием, перед месячным я её помыла, так прокипятила, скажем так, а потом, во время использования просто водой и хозяйственным мылом мою. И после того, как закончились месячные, я опять её прокипятила и вот в этот контейнер спрятала. Вообще, удобная штука вот такая. Сложил её, положил. Главное, чтобы контейнер был с дырочками, видите, чтобы она там дышала, как скажем так. Есть многих разных аналогов, есть в аптеке, каких только нет. Кстати, с ней не надо никакие прокладки покупать, то есть, не тратишь деньги уже на прокладки. И срок действия 10 лет. Представляете, 10 лет можно ей пользоваться. Зашибись. Вообще, это вот я прям вообще рада, так что я это откопала, потому что уже не представляю, как можно летом или там у нас девчонки, ой, у меня месячный пошел, я не могу купаться. Для меня это вообще не проблема. Спорт, купание, что хочешь, туда и пошел. А, насчет протекания. Я скачу как это, с темы, с темы. Не то, что она протекает, ну, конечно, говорю, если, допустим, я там стою на работе, уже третий час пошел, и я чувствую, что она вытекает. На этот случай у меня всегда одноразовая прокладочка там стоит. Вот, и ничего страшного там, если она немного подтечет у меня, просто поменяю все, и я, и все. А потом можно даже, а когда у меня на третий, четвертый день, я вообще ее утром сменяю, потом прихожу и вечером сменяю на ночь, то есть два раза в сутки, и вообще зашибись, даже ее не видно, не слышно и ничего. Вот, к чему я хотела еще, что я хотела еще сказать. В общем, если будут вопросы какие-то, вы спрашивайте, я вам отвечу. Но всем советую, это вообще такая штука замечательная. Покупайте, не бойтесь, и пользуйтесь на здоровье. Потому что это действительно здоровье. Моню маленькую такое. Вот такие вот у меня штучка маленькая. Если вам понравилась такая моя болтушка, болтовня, ставьте лайки, пишите в комментариях, используете ли вы ей, и вообще слышали вы о такой штуке или нет. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. А мы сейчас пойдем попьем чая и наработку почишу. Сижу тут, в общем, и читаю ваши комментарии, и вспомнил. У меня вчера целый день карточка памяти глючила. Я ее, допустим, включаю камеру, она мне пишет, что карта заблокирована или еще что-то. Вытащила, воткнула, вот все, она работает. И вчера все-таки два отрезка или три видео вообще куда-то делись, я не поняла. Я их искала, искала, и они куда-то делись. А интересные отрезки были. Один там был маленький такой отрезочек, но он что-то как-то и все, и куда-то делся. Поэтому влог вчера какой-то небольшой получился, хотя вот эти два отрезка, они бы как раз дополнили то самое настоящее время. А вообще по пятницам, вы, наверное, уже привыкли, у меня не очень длинные влоги, потому что я сижу на работе и просто ничего не делаю. Ну, не снимаю. Ничего не делаю, сижу на работе, нифига ничего не делаю. Ничего не снимаю. Ну как, то есть некогда, да, снимать. Что буду снимать-то? И то я вчера что-то там чуть-чуть полотенце поскладывала, вот опять их уже стираю, стирку отправила. Вот, сижу, сейчас работаю. Что-то пораньше приехала, но ничего-то я всегда пораньше приезжаю. Сейчас опять должна клиентка прийти. И вот тут разбираю бегудюшки разные. Поэтому По пятницам влоги небольшие Но вот вчера Представляете, карта что-то взяла У меня взбесилась, не хотела работать Сегодня все нормально В общем, не поймешь Духотища у нас такая, сижу Подруга с Гранадой пишет, что у них там холодно Тут жарище, я вся сижу, обтекаю В общем, меня Чарли оповещает, когда кто-то придет Или даже подходит Он всегда их встречает Своим добродушным лаем И все его измущаются Почему он лает? Ну, в хорошем плане, почему он лает? Я говорю, ну так он приветствует вас Потому что если, когда он не лает Они на меня, знаете, как с наездом Так, почему Чарли не лает? Он заболел, он у тебя чем-то болеет Почему он нас не встречает? Что такое, что ты сделала с Чарли? Что он не лает? Я говорю, ну вам не угоди, что лает, то не лает Вот так вот Вот, ответила На вопросы, на комментарии И про эту долбаную карточку Приехала на набережную, как в былые времена И знаете, по привычке У нас на дачу, ну вот где я на пляж езжу Вот там дорога И я к ней поехала до пляжа На полпути проехала Думаю, блин, куда я еду? Зачем? Мне же нужно сюда В общем, по привычке на автомате поехала Не туда, куда надо Смотрите, какая у нас погода Здрасте, приехали Тебе так радуешься, что ли? Да? Тебе так радостно? Да Целое лето он сюда не ездил Сегодня, несмотря на то, что там вот пасмурно и все такое Ну прям жарко, духотища Кстати, мы завтра собираемся на Сабантуй, на пляже Так что не пропустите Нажали на колокольчик? Молодцы! Так что мы завтра Я сейчас поеду в Алькампу Хочу купить Я хочу приготовить запеканку Которую я сделаю с фаршем и с кабачком И куплю в Алькампу этот С кумбрию соленую Которую вот я вам рассказывала на этой неделе во влоге Про аналоги русской еды Наверное, так что ли она называется Девчонки, чтобы попробовали Ну, может быть, они и пробовали, не знаю И пивка купить Не знаю, прям вкусно, мне кажется, будет с кумбрией с пивком-то И пока будем гулять Так вот туда пройдем, вот так вот пройдем Пути, что это за бедра такие? А, это пепельницы Пепельницы, смотрите, что только не придумают Вот тоже люди странные Выбросили банку, когда мусорка водно стоит Свиньи, поросята вообще Вот прям я не понимаю Смотрите Ведро пепельницы И мусорка Нет, выбросили банку туда А потом жалуются все У нас грязно, у нас грязно А кто намусорил-то? М? Правильно, мы Суббота, смотрите Вообще, класс Здесь по весне висели Большие гроздья винограда Спел А сейчас его весь пободрали И нифига здесь нету Не то, что гроздья А ни одной виноградинки нету Ой Как свищат эти Цукаты, цикаты Как они там? Цукаты, по-моему, это сухофрукты, нет? Ай, цукаты Свистят Ой, парилка вообще Все, иду сырая Мокрая Хоть выжимай Духота Виноград, смотрю Нету Инжир Это, кстати Сестры Вот эта земля Инжир Ну, они не обрабатывают здесь ничего И вот все фрукты, которые у них есть Они с червяками Хотя фруктов там до хрена Вот мы апельсины с мандаринами там собирали Это нормально А вот гранаты в прошлом году собрала Они все червивые Представляете? Никогда не думала, что гранаты могут быть червивыми Могут Такие, знаете Червяки белые, прозрачные Не белые, а прозрачные Такие Я когда увидела, чуть не умерла Потому что я до этого съела пару штук Ой, блин, я вообще ненавижу всяких этих насекомых Поэтому, когда узнала Я вам снимала пару раз влог оттуда Вот, инжир Но я его особо не люблю, инжир Поэтому Как бы он по барабану Нет, но если принесут Не откажусь, конечно Но боюсь, отсюда бананы вон есть Видите, все там есть Бананы У мужа есть ключи от этой земли Я туда только за апельсинами Если пойду А фрукты Нет Лучше куплю И знать буду, что Там нет никаких червяков Несмотря, что там не эко Не эко Не лучший Обычный без червяков Чем эко с червяками Дела вот такие вот Четыре пива Две мне, две мужу Алкоголь вредит Вашему здоровью Но чуть-чуть Можно Знаете, почему? Я захотела Купила вот такую скумбрию Которую я говорила Кстати, я стояла В общем, стою Иду к этой рыбе И стоит девушка Белобрыстая Блондинка, скажем так И стоит, и стоит Там, думаешь Блин, что она стоит? Ну, я подхожу Потом за ней Такая беру Эту рыбу Она такая мне по-русски Она невкусная И такая улыбается Я говорю, да, говорю, мне очень нравится Она такая Да, я говорю, да Мне прям вообще Пока это уважаю Вот видите, сколько нас Сколько людей Столько мнений Вот, если бы я ее не пробовала Я бы ее послушала И не взяла И не знала бы, что она мне очень нравится Так что, когда вам говорят Это невкусно Не верьте Пробуйте У всех у нас разные вкусы Кому-то кажется Горько и сладким Сладко и горьким Поэтому Одному зеленый Другому черный Надо все пробовать Может быть, ей действительно Она показалась Очень невкусная А мне она просто Очень вкусная Ой, что это Боже мой Все видео Вот постоянно Как начну снимать Начинают какие-то звуки Странные Ну, не буду вырезать Пускай Вот И Вчера ночью У меня такая ночь была Бессонная Скажем так Ой, что-то бабочка Какая-то влетела Кстати, ребенок соседский Иногда, иногда Знаете, не по 3 часа орет Но он может в 5 часов заорать Вот так вот Тишина, тишина И Эээ Эээ То есть не с разгона А прям сразу Что это? Вот И, короче Вот так вот он Чего? Ты испугался что ли? Да не Ничего не случилось В общем Вот так вот Он может в течение ночи Сделать Ну, вообще Что-то плохо спала И к чему я это сказала А! И лежала Думала, чтобы приготовить И что-то мне так Это скумбрия захотелось Думаю С пивком Прервали В общем Самого наилучшего Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok